Специально для развлекательного портала Помидорка за решеткой Так же Александр говорит, что War Thunder не ограничен самолетами пяти фракций, участвующих во Второй мировой войне Например, на стороне Германии можно встретить как самолеты итальянцев, так и венгров Когда на стороне Британии вполне спокойно встречаются австралийские экземпляры техники На стенде нам дали попробовать управление танком в аркадном режиме и поучаствовать в бою Также рассказали про их роль в игре Танки в игре, как и корабли, будут участвовать в бою вместе с самолетами, при этом выполняя приоритетные задачи по захвату точек Правда, в отличие от самолетов, танки будут выступать на куда более меньшей территории, ибо кроме захвата точек их задачи пока не ясны Зато мы выяснили некоторые тонкости баланса между танками и самолетами Например, эффективно противостоять друг другу они не могут, при условии отсутствия штурмовиков Поэтому игрокам придется грамотно распределять свои роли в бою, обеспечивая победу как в воздухе, так и на земле Правда, вопрос об увеличении числа игроков в одном бою остался без ответа Под конец хотелось бы рассказать про Oculus Rift, очках виртуальной реальности и о том, как они реализованы в игре В закрытой комнате, специально предназначенной для показа возможностей данного приспособления, я лично нацепил на себя Oculus Rift, наушники и взялся за управление самолетом Ощущения были непередаваемыми, поскольку управление камерой полностью зависело от движения головы И хотелось рассмотреть все, даже при отсутствии HD-качества и наличии огромных пикселей, которые резали глаза Но сама возможность полностью погрузиться в роль пилота, лично смотреть перекрестие прицела и мои тщетные попытки вылезти из кабины самолета стоили своего Вообще, уже по известной нам информации и того, что мы увидели лично на стенде, разработчики War Thunder знают свое дело И отлично с ним справляются, что безусловно радует На этом я закончу, всех благ, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok